Всем добрый день! Меня зовут Олег. И в этом уроке я расскажу вам, как создать для каждой страницы вашего сайта на WordPress свой собственный уникальный сайт партнер. В каких случаях это бывает нужно, наверное вы сами хорошо знаете. И если вы зашли на страничку, почитать мой обзор, или точнее мое предисловие к этому видео уроку, наверное у вас есть какая-то своя цель. Для тех, кто еще не знает, скажем так, всех особенностей сайта своего, и пока что лишь размышляет о том, как ему его усовершенствовать, сделать более гибким и более расширенным, скажем так. По функционалу могу сказать следующее. Допустим, ну как пример. Допустим у вас на сайте вы планируете создать 3, 4, 5 или больше страниц. Ну стандартный набор страниц, статичных страниц, созданных с помощью файла Page, через админку, страница, добавить новую и так далее, и так далее. Вы можете создать страницы, допустим, страницу, на которой вы напишите текст о себе или о своей компании. Чаще всего такие страницы называются о нас, обо мне и так далее. Допустим вы хотите создать страницу обратная связь, в которой планируете разместить форму обратной связи, для того, чтобы посетители могли отправить вам письмо, не выходя с вашего сайта. Допустим, такая страница обычно имеет название «Связаться с нами», «Контакт», «Обратная связь» и так далее. Возможно еще варианты различных страниц. Чаще всего, скажем так, страница, она имеет всегда какой-то привязанный к ней сайдбар, боковую колонку справа или слева. Если у вас в вашем шаблоне этот сайдбар, боковая колонка одна, то фактически посетитель, переходя со страницы на страницу, просматривая записи, архивные записи, допустим, поиск на сайте через окно поиска, он получает всегда в ленте записей, какие-то новые записи видит. Но при этом боковая колонка у вас всегда остается одна и та же. Иногда хочется ее, скажем так, иметь не одну, а несколько. То есть для каждой страницы своя. Зачем? Ну, допустим, вы хотите, чтобы у вас на странице, а у вас в боковой колонке дополнительно стояли какие-то элементы, связанные именно с вашей компанией. Допустим, какой-то текстовый виджет с картинкой или ссылки на другие страницы, описывающие вашу компанию. Если это страница, допустим, обратной связи, с формой обратной связи, вы хотите человеку предоставить больше информации о компании, допустим, или о сайте вашем, разместив в этом сайт-баре другие виджеты, такие как там архив рубрик, последние новости, записи и так далее. Еще один вариант, когда бывают нужны дополнительные сайт-бары, это использование рекламных баннеров. То есть если у вас один сайт-бар, то вы фактически, допустим, в этом сайт-баре можете разместить, ну, к примеру, 4 или 6 маленьких рекламных баннеров размером 125 на 125, допустим, одну большую колонну 160 на 600 пикселей, ну и, к примеру, еще один баннер там размером 250 на 250 пикселей квадрат. И все. И фактически у вас вот 5 этих баннеров, 5 рекламных каких-то партнерских ссылок, и больше вы поставить не можете. Потому что перегружать один сайт-бар кучей разной рекламы, наверное, не совсем правильно. Если вы создадите несколько сайт-баров, и у вас эти сайт-бары будут подключаться по мере перехода посетителя с одной страницы на другую, то, соответственно, расширение количества сайт-баров позволит вам дополнительно разместить другие рекламные баннеры. Ну и, скажем так, на этом может быть даже больше зарабатывать. То есть, вот примерно, зачем это может быть нужно. И я начну этот урок с показа вам одного своего проекта, который я делал примерно год назад. Сейчас точно не скажу, то ли весной, то ли зимой этого года. Я делал сайт для детского благотворительного фонда «Ключ». И как раз именно в этом шаблоне я использовал, по пожеланиям заказчика, несколько сайт-баров для разных страниц. Как раз очень хороший пример для демонстрации именно этого функционала. То есть, в каких случаях это бывает необходимо. Этот же шаблон я вам покажу на сайте заказчика и на своем локальном компьютере изнутри, скажем так, из обминки, чтобы вы понимали логику. Логику создания большого количества сайт-баров для каждой страницы. А затем мы с вами возьмем какой-то стандартный шаблон. Я потом его приложу к архиву с видеоуроком. И вы сможете этот шаблон пощупать своими руками на своем компьютере. Посмотреть те файлы, которые я буду показывать. И тот код, который я буду писать для вас в файлах этого шаблона. Шаблон, в принципе, простой. Имеет один стандартный сайт-бар. Как раз на примере этого шаблона, мне показалось, будет неплохо показать вам создание нескольких сайт-баров для разных страниц. Опять же, подчеркиваю, каждый сайт-бар, который я создам, будет поддерживать динамичные виджеты. То есть вы сможете настраивать эти сайт-бары со стороны консоли администратора на странице виджетов. Вот, в принципе, все, что я хотел вам в предисловии рассказать к этому видеоуроку. Надеюсь, урок вам понравится, вы с удовольствием его посмотрите. И также надеюсь, что он поможет вам расширить ваши знания вашего сайта и, скажем так, знания и возможности создания дополнительного функционала в вашем шаблоне.